Врачи Санкт-Петербургского научно-исследовательского института уха, горла и носа и речи проверили и настроили кохлеарные аппараты детям с проблемами слуха. Это высокотехнологичные импланты, которые соединяются со внешним устройством и дают возможность слышать. Хотя бы раз в год они должны проходить техническую проверку. Однако на данный момент это возможно сделать только в центральных городах страны. Сегодня у многих детей появилась возможность, не выезжая за пределы республики, провести важную процедуру. Для Карины каждый услышанный звук это еще одна победа. Победа над медлуком и очередной шаг к нормальной жизни. Диагноз глухота четвертой степени ей поставили сразу после рождения. Для родителей, у которых не было никаких проблем со слухом, эта новость стала шоком. Мы все объяснили медцентре, что нынче появилась кохлеарная имплантация и возможно ее сделать. И естественно мы сразу же начали собирать все документы. Кохлеарная имплантация стала решением проблемы. Операцию по установке имплантата ей сделали в Санкт-Петербурге в возрасте 1 года и 8 месяцев. Длительный период реабилитации и теперь для девочки аппарат прямо под кожей, в голове, стал обычным явлением и даже предметом гордости. Тоже наденьте и будет вот здорово, хорошо. Она даже у нас иногда жалеет, что у нас нет аппарата, здесь вот процессоры не находятся. Настройку и проверку аппарата необходимо проводить хотя бы раз в год, говорят специалисты. К сожалению, пока это возможно только в клиниках центральных городов России. Однако уже не первый год в Якутск приезжают врачи Санкт-Петербургского научно-исследовательского института уха, горла, носа и речи. На этот раз их визит совпал с республиканским научно-практическим семинаром «Роль кахлеарной имплантации в жизни не слышащего ребенка», который прошел в профильной школе-интернате. Здесь детишками пришли к ним на прием. Это очень полезно для наших родителей, поскольку им не надо выезжать за пределы республики, которые, естественно, требуют дополнительных финансовых вложений. Они здесь, на месте, в школе получат практическую помощь. Послушай, покажи, где у тебя? Зайка. Зайка. Для того, чтобы понять, работает аппарат или нет, у каждого родителя в наборе есть некий инструмент, называется тестер. Они в условиях дома уже могут проверить, работает аппарат или нет. Более глубокая проверка проводится именно техническим специалистам. Проводится телеметрия состояния импланта, как имплант работает, как работает каждый электрод. И уже можно дать заключение по каким-то рекомендациям для специалистов по развитию слуха и речи. Проверка кахлеарного аппарата Карины прошла удачно. Она показывает хорошие результаты. В 7 лет девочка наравне со своими слышащими сверзниками уже читает и пишет. Главное, как говорят специалисты, вовремя выявить проблему и начать ее решать. Кахлеарная имплантация на сегодня стала настоящим ключом в мир, полный разных звуков для сотен детей республики. Сарглана Захарова, Григорий Охловков, МКСАХА, Японский.